Друзья, всем привет! Одно из главных событий из мира ММА это возвращение Конора Макгрегора. Во время своего визита в Москву он не только провоцировал Хабиба Нурмагомедова и уворачивался от летящих в него бутылок, но и назвал дату своего нового боя, который состоится уже в начале следующего года в Лас-Вегасе. Макгрегор не только яркий пример того, как трудолюбие и вера в себя могут привести к успеху, но еще он является потрясающим примером того, как можно коммерциализировать и монетизировать свой личный бренд. Шумный, склонный к провокациям, часто играющий на публику, но при этом очень патриотичный и харизматичный, Конор никого не оставляет равнодушным. Но при всем при этом Конор Макгрегор очень расчетливый. А из чего состоит его доход? Давайте разбираться. Это Мани Бо, меня зовут Илья Штиблов, погнали! Согласно данным журнала Forbes, за прошедший год Конор Макгрегор заработал 47 миллионов долларов. Доходы бойца делятся на два типа. Первый – это деньги, которые он зарабатывает непосредственно на боях. Вторая часть – это бизнес активности Конора и спонсорские соглашения. А ведь когда-то, в далеком 2013 году, за свой первый официальный бой, Конор получил всего лишь 8 тысяч долларов. Позже его карьера пошла по восходящей, и Конор стал первым бойцом из UFC, гонорар которого за бой превысил 1 миллион долларов. В 2016 году Конор разобрался с Джозе Альдо всего за 13 секунд, а заработал при этом 8 миллионов 100 тысяч долларов. То есть за каждую секунду, проведенную в октагоне, он получил примерно 620 тысяч баксов. В 2017 году Конор только за бой с Флойдом Мэйвезером заработал около 85 миллионов долларов. Тот бой по платной подписке посмотрели 4 миллиона 300 тысяч зрителей, а совокупный доход от просмотра составил 550 миллионов долларов. Далее. Поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Конор продает 2,5 миллиона подписок, дающих право посмотреть этот бой при цене 65 баксов за каждую. Благодаря этому при базовом гонораре в 3 миллиона долларов за бой Конор поднял все 30. Как ни странно, оба последних боя Конора закончились его поражениями, но именно они сделали его по-настоящему богатым человеком. На этих же боях поднялся и новый бизнес Конора Макгрегора – производство виски. Традиционный ирландский напиток впервые был презентован Конором на пресс-конференции после проигранного боя Флойду Мэйвезу. А после этого он уже полноценно рекламировался накануне боя с Хабибом Нурмагомедовым. Бутылка этого напитка стоит около 30 долларов, а на данный момент в мире продано более 200 тысяч бутылок. Тем не менее, Конор Макгрегор не забывает, что в первую очередь он спортсмен и пытается монетизировать эту область. Например, он запустил портал МакЛайф, где делится секретами собственной подготовки, публикует новости про ММА, рассказывает про здоровый образ жизни и вообще о том, как он живет. Вообще, ирландец довольно активно вкладывается в медиа и диджитал. Например, он создал приложение Fast, где по подписке можно приобрести программу тренировок и питание от бойца. Кроме того, он сделал еще несколько приложений. МакТок позволяет всего за 1 доллар получить доступ к лучшим цитатам ирландца, а МакМоджи за 2 доллара добавят вам в телефон специальные эмоджи от Конора. Немаловажную роль в доходах ирландца играют и традиционные спонсоры. Например, Риббек ежегодно платит ему 5 миллионов долларов. Помимо этого, он рекламирует сеть фастфуда, которая заставляет его носить дурацкую корону, рекламирует наушники, модную одежду и энергетические напитки. Конор МакГрегор известен благодаря своим ярким цитатам. Друзья, напишите в комментариях цитату в стиле Конора МакГрегора. Автор самый оригинальный получит эту книгу. Это был Moneyball. Не забывайте ставить лайки. Ну а меня зовут Илья Штиблов. Пока!